Уважаемый Вадим Иванович, уважаемые коллеги, члены и коллеги, я бы не называл вещи детскими именами, не было никакой забастовки, в том, что имеют юридические квалификации, это была диверсия гражданская, саботаж стихийный. Сейчас, по моему заявлению, органы прокуратуры возбудили уголовное производство, работают в этом отношении, и все зачинщики этого действия и люди, действовавшие бандитскими методами, били стекла, резали шины, угрожали сжечь автомобили, специальные группы были созданы. Поэтому вот такой вот акт давления на городскую власть с целью просто-напросто, вот вымогательским путем решить свои проблемы, он, в счет управляемости, хочу сказать, что вы же знаете, что мы не одни. Город Николаев – это областной центр, еще у нас масса городов, областной центр, мы все подвержены одним и тем же проблемам. Я думаю, что здесь солидарная ответственность. Когда сжиженный газ в течение одних суток вдвое становится дороже, когда он становится 16 гривен, а у нас 70% автотранспорта на сжиженом газе, то, естественно, гораздо легче разжигать подобные вещи. У нас нет резерва сжиженного газа, который мы можем выдавать. Завтра будет проведено заседание исполкома городского совета, в котором будет принято ряд решений. Мы давно уже совместно с Владимиром Ивановичем разрабатываем планы по реформе работы пассажирского транспорта в городе Николаеве, обсуждаем эти вопросы. К нами уже проведена не одна презентация, в том числе и по вопросу организации общего диспетчерского пункта на основе установки GPS-навигаторов и приобретения целого пакета программного обеспечения. Мы уже сейчас имеем возможность не презентовать, а заниматься уже непосредственно этой работой. Завтра на исполкоме будет принято решение о создании на базе городского Николая электротрансера единого диспетчерского пункта и установки в течение второго квартала GPS на все автомобили, занимающиеся пассажирским транспортом. Мы, собственно, это и планировали делать в эту пятницу, еще до этих событий. Я бы сказал, что вот эта вот акция была жестко отрегулирована и все вышли куда надо. И никто не поддался на такой шантаж, на вот это вот давление. К сожалению, приближающиеся медленно, но уверенно местные выборы дают толчок огромного рода людям по любой ситуации, какая бы только ни произошла, от защитных сооружений, перевозок до чего угодно, вот, раскачивать эти вопросы. Здесь надо четко и конкретно действовать. Завтра же будет принято решение об изъятии маршрутов у предприятий перевозчиков, которые допустили срыв этой ситуации, на которой есть еще достаточное количество различного рода аргументированных жалоб, актов, выявления пьяных водителей и водителей в состоянии наркотического обвинения, арханского отношения к водным перевозчикам и так далее. Эти маршруты будут изъяты. Завтра будет объявлен конкурс, который в течение законодательного периода, в течение месяца будет проведен. На этот конкурс выйдет в том числе и коммунальное предприятие Николаев Олег Ротрав, которое получит достаточное количество этих маршрутов. И кроме этого мы будем регулировать другую систему взаимоотношений с водщиками, которые на этом рынке уже находятся не одно десятилетие. Одни и те же лица, которых я вот увидел к вечеру. Я понимаю так, что желания там особого как бы идти на такое нормальное сотрудничество нет. Я думаю, что с их молчаливого согласия это как минимум. Все это происходило, даже если они не занимались организацией этих вещей. Но органы прокуратуры, органы внутренних дел, мы работали совместно с городским управлением, спасибо, Виталий Васильевич, я на вас управлял. Вы так быстро отреагировали на все. И оперсостав ваш уже занимается этими вопросами. Выявлены будут все, и все понесут заслуженное наказание в соответствии с действующим законодательством. Здесь самое важное, что люди должны видеть следующее. Всякое, конечно, может быть, но на поводу ходить у одного за другим никто не будет, чего и не случилось. Завтра будет же отрегулирован тариф. Реально сегодня 15,82 гривен примерно стоит жиженый газ. Это вдвое больше. Ну, сколько стоит дизельное топливо, тоже всем известно. Однако, мы же понимаем прекрасно, что пенсии, заработные платы минимальные и так далее урезаны, заморожены. Поэтому никто не пойдет на поводу горщиков, и тариф будет отрегулирован. Во-первых, он будет дифференцированно регулироваться. Во-вторых, он будет регулироваться по этапам, в зависимости от ситуации, которая будет складываться на рынке горючих смазочных материалов. Правильно? Правильно. И в связи с этим тариф не будет той цифры, которую она тут диктует. Никаких 5 гривен, 4,50 и так далее. Сегодня тариф будет, скорее всего, рекомендовано поднят на 1 гривну. Мы отработали это с возчиками. И дальше поэтапно, дифференцированно, будем работать и улучшать работу общественного транспорта в областном центре в городе Николай. Просто мы в этом вопросе в течение очень многих лет безнадежно отстали. Дело не только в управляемости, но и в системе перевозок. Количество маршрутов будет оптимизировано. Сегодня у нас более 90 маршрутов. У нас останется 60 маршрутов. А второй этап, я думаю, до 50 маршрутов, как мы и говорили, что даст возможность лучшего системного управления этим процессом. И договорные отношения оформления водителей на работу. Я думаю, что Николай Великобританс имеет большую производственную базу, имеет производственные площади, имеет возможности гаражирования, организацию ремонтной базы, резервного фонда. Мы взяли по опыту несколько гаражов. Поэтому эта акция не как бы натолкнула нас на это. Мы и работали в этом направлении. Но сейчас эта работа будет очень жестко проконтролирована и усиливана. В том числе, естественно, будут сделаны и кадровые выводы, по поводу этой фразы, которую вы назвали неуправляемостью. В некоторых аспектах, наверное, вы, как вы кажете, в Украине, маете раз. Спасибо.